Ты опять спишь? Слушай, когда я тебе должен позвонить, что ты лежишь опять? Ну, что-то валяюсь дома. Ну, что делать, Гарик, мне нечего. Скажи, пожалуйста, есть в течение суток какое-нибудь время, чтобы ты был хоть чуть-чуть активным? Совсем скис, что ли? Нет, я на самом деле сегодня с Пашей Волей и с Лисаном. У тебя что, зарядку или гимнастику? А, зарядку. Да, делал зарядку с ними. Ну, записали, вроде весело и интересно получилось. А там какой смысл? Типа, Паши для мужчин, Лис сам показывает для женщин, а ты зарядку для животных для кого? Да, да, собственно. Собачки, кошки, белочки. Лисички взяли лапки. А лисички взяли спички, к мою синему пошли. И, Мишка, скажи, а ты где? Ты в Сочи? Да. И как там обстановочка? Ну, кроме обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Ну, нет, серьезно. Гарик, в Сочи хорошо. Ну, к морю не пускают, санаторий не работает, рестораны не работают, в город ездить нельзя. Ну, можно, но по делам, в смысле. По каким делам? Пальмы фотографировать? По делам. С рыбами поздороваться. Здорово. Здорово, рыбы. Здорово, рыбы. Чего молчите? Ну, как, шиномонтажку проверить там, все как работает, все как, чего? Чурчки его разрезать. В Москве лучше расскажи, как, чего интересного. Ну, тут тяжелая обстановка, говорят в новостях, ну, я стараюсь не выходить из дому совсем, но надо вот сохранять вот этот режим, не выходить, потому что сказали, что чем, вот каждый день нарушения карантина, потом еще неделю дольше сидеть, понимаешь? Ну, да. Что-то мне подскажут, что не помогает нифига этот карантин. Не, помогает, только карантин и помогает, да, да, именно карантин и помогает только. Вот здесь пишут, Миша портит все, может, ты отключишься? А, это, блин, это твоя передача, в смысле, которая... Да, на СТС сейчас идет, на СТС идет передача, Миша портит все. А о чем она? Ну, там типа я мифы всякие, знаешь, есть, сейчас подожди, кепку надену. Зачем? Ну, не знаю, ты в кепке, я тоже хочу быть в кепке. Я просто на СТС не смотрю, потому что на ТНТ не разрешают СТС смотреть. Как только переключаешь на СТС, пульт током бьется. А, нам на СТС можно ТНТ смотреть. Серьезно? Да. Ну, это потому что у вас нету пульта с током. Наверное. Так и о чем, что вы передачи? Передача о том, что развеиваю мифы, всякие стереотипы. И на самом деле очень полезно получилось передача. Слушай, а насчет коронавируса вы развенчиваете мифы? Просто вся планета сейчас стидит к теории заговоров. Ну, самый тяжелый случай какой в твоей жизни, когда вот ты услышал самый нелепый вариант, из-за чего произошел этот вирус? А самый нелепый? Ну, что там? Кто-то кого-то чпокнул. А, нет, это спит так пошел. Подожди. Что человек обезьян, по-моему, шпильнул и пошел спит. А об этом твоя передача? А, нет, нет. Ты про передачу спрашиваешь или про коронавирус? Про коронавирус, вот какие нелепые есть варианты. Я слышал, что инопланетяне. Я слышал, что летучую мышь кто-то отшпилил и все, и заболел. Наконец-то Джокер поймал Бэтмена. Джокер поймал Бэтмена. Они виноваты вообще. Миш, а где ты находишься вообще? Ты в квартире? Я в Сочи, в доме. Такое ощущение, что у вас землетрясение там. Почему? Ну, потому что у тебя дергается все изображение. Вот так? Здесь очень непонятная обстановка. Мишка, держитесь, держитесь! Срочно помогите. У меня что-то произошло, прикинь? Я поменял камеру и не знаю, как... А, вот, вот. Да, или что? Реклама Apple маленькая была. Скажи, пожалуйста, а у тебя хорошее настроение? Будем шутить или как? Ну, я такой, Гарик, на вяленьком. Можно я... Нет, ну, я имею в виду не интернет... Давайте поведешь эфир, а я буду смотреть там что-нибудь. Нет, я имею в виду не интернет-юмор. Знаешь, такой поверхностный и идиотский. Типа, Мишка, ты же побрился, да, неделю назад? Да. А лицо побрил? Такого юмора не будет. Я имею в виду наш юмор, прикольный и так далее. Нет? Нет, Гарик, я на вяленьком, пожалуйста. Ты сегодня пас? Да. Серьезно? Ну да, да. Скажи, пожалуйста, а ты худеешь вообще на карантине или толстеешь? Блин, толстею, Гарик. Что-то вообще караул. На улицу не выхожу вообще. Ты на весы вставал? Да, где-то 73. 73. Это что, температура у тебя или что? По Фаренгейту. Что, 73 килограмм? Да, 73 килограмм. А для сравнения, какого ты веса? Мы просто не знаем, какого ты веса обычный. Обычно 80 я вешу. А, то есть ты похудел? Ну, я похудел очень сильно, до 70. А сейчас опять 3 килограмма набрал, представляете? Может, ты взвешивался в пуховике своем, в котором лазерный прицел и пистолет? Или сбоку с рынка продавщицу пальцем нажимал им на весы вот так вот, чтобы побольше я весил. Блин, как эту маску выключить? Что мне сделать? Что это? Люди, как маску выключить? Что мне нажать? Люди, а как мне включить маску? Миша! Да? Что это? Хотел бы, чтобы я реально в жизни вот таким был? А хотел бы, чтобы я вот так все время ходил, Гарик? А хотел бы, чтобы я вот такой был? Чтобы у меня реально были такие очки? Вот такие. А я вот такое все время ходил, хотел бы, Гарик? Гарик, как дела? Открою секрет, ты такой и есть. Вся страна тебя видит вот таким. Именно вот такими. Как дела, бродяги. Нормально, нормально. А я сейчас прикольню. Тут прикольные маски есть, на самом деле. Вот такая, например. Вот, вот ты оставайся таким. Давай. Хорошо. Кавказский зайчик. Кавказский зайчик. Слушай, знаешь, что я хочу тебе сказать? Что? А может ты Жорика позовешь, Бартанова, я с ним пообщаюсь, если у тебя нет настроения. Не, не хочу, Гарик, спасибо. Давай, давай. Да, ну, по-братски. Ну, убери эту маску. Ну, убери эту маску. Я не знаю, как это сделать. Ты делаешь слэш до конца вправо, и там есть такой значок, типа, отменить. А, а как мне убрать теперь комментарии вот эти все? Какие комментарии? Ну, которые вот тут у меня вместо меня. О, а я вообще камеру переключил, по-моему. Миш, поставь, пожалуйста, телефон куда-нибудь, чтобы я тебя видел. А можешь Жорика позвать? Ну, отключи, ну, отключи, ну. Не знаю, как отключить, Гарик. Ну, пожалуйста. Ну, Гарик, ну, пожалуйста, не хочу. Ну, позови Жорика. Скажи, что его зовут в прямой эфир впервые. Скажи, что техника шагнула вперед, что телевидение сейчас уже не то. Прямой эфир в инстаграм, вот самое то. Гарик, он сейчас придет, начнет вонять. Позови Жорика, я тебе говорю, позови. Жорик, иди, тебя зовут. Жорик, Жорик. Не, он не слышит. Ну, иди, ну, позови, ну, серьезно, по-братски. Жорик, иди, тебя зовут. Жорик! Кто меня зовет? Кто? Мы, мы все тебя зовем. Может, не надо, Гарик, а? Ну, пожалуйста. Позови, я тебе говорю, самое то, Жорик, самое то, позови его. Жорик, иди, тебя Гарик зовет. Какой Гарик? Я его душу мотал, его этого фраера. Гар, может, не надо, а? Я тебе говорю, позови, скажи, что его ждет большой сюрприз. Классный, давай. Жорик, тебя ждет большой сюрприз. Классный. Слушай, я сам как сюрприз. Я кого хочешь сюрприз делаю. Вы что? Что же где? Я кто где? Где я? Жорик, пожалуйста, зайди в кадр. Мы хотим все тебя видеть. Здорово. Здорово, Вальки. Здорово, Жорик, как дела? Здорово, Вальки. Ты кто ты? Ты как тебя зовут? Меня Гарик зовут. Гарик? Да. Ты красавчик, походу. Где твой кореш этот? Рудик, где вас? Оператор? Да. Где мой Рудик, где он? Сейчас позову его, секунду. Руди? Что? Погнал, натури, что устроили? Рудик, тебя Жорик, Зарьон. Детитат устроили, а Турик. Здорово, Жорик. А-а-а-а-а! Это кто? Я... Сколько лет, Жорик, сколько лет ты Рудика не видел? Карауль, ты куда запровастивался? Я теперь в Инстаграме чалинчую. Красавчик, ты изменишься, я тебе хочу. Масква меняет людей. Жорик. Да? Ты от коронавируса как спасаешься? Маску носишь? Я у Карена сижу, он его знает, походу. Но ты маски носишь, перчатки? Маски ношу, перчатки, плетки, шарики, все ношу, походу. Все ношу с собой. Все с собой ношу, наручники на всякие имею тоже. Но как ты думаешь, этот коронавирус, это что вообще? Я хуя, ну я не знаю, это что-то непонятное, походу, в натуре. Странные вещи они делают, в натуре, не знаю. Я лишний раз не хочу говорить, мало ли, придет один день, черт его знает. Но ты дома сидишь, Жорик? Братан, я чаличуюсь тут так, вообще чалюсь на хате, замороженый вообще. А чем ты занимаешься на хате, сидишь целый день, Жорик? Сопрано смотрю, братуха. Причем это, ты сейчас реально ответил, да? Ты реально сопрано смотришь? Жорик, на данный момент в шоу-бизнесе кто самый крутой? Ты же просто шаришь в этих темах. Слушай, а ложенцы ты имеешь в виду? Или кто прет? Кто самый крутой? Кто вопросы решает? Слушай, ну много есть кто. Есть нормальные, короче. Они нормальные есть? Боза Хачарский, знаешь Боза Хачарский? Нет. Они нормальные есть, ты говоришь, нормальные есть? Я через ТАССами решаю все вопросы. Через кого? Через ТАССах. Это кто, Костюшкин? Да. Через ТАССа Костюшкина решает человек вопрос. Через ТАССа Костюшкина вопрос решает. Не, знаю, короче. Одного знаю, Гришу, Гришу знаю, решает вопрос. Сочинский наш. Наш, Сочинский, да. Не грузин случайно? Грузин, грузин, да. Липа, липа. Так, какие он вопросы может решить? Вот, допустим, я хочу в Сочи что-то решить. Что он может? Какого уровня? Сукуба фундаментальные вопросы может решать. Капитальные вопросы, урегулирование, коучинг, сопровождение разговоров. Все делает, все может, натуре, мастер. Жорик. Да, вот такой ракурс, видели? Короче, один день. Один день. Ну-ка еще раз делай такой кадр. Такое ощущение, что ты зашел, накрылся ковром и хочешь сдавать. Ну, очень плохим ковролином такой, который продают в дешевых магазинах. Пойду, короче, позову этого Галустиана. Один день. Или пообольдаем еще. Какого Галустиана? Я его не знаю. Вот тут пишут. Жорик, тебе комментарии пишут. Может, как-то ответишь на них? Что пишут? Русский не очень. Начальника привет. Это что значит? Я хуй вот. А, ну я не в курсе, братуха. Я не знаю. Ну-ка, ну-ка, позови бородача. Бородача позови. Ну, серьезно, по-братски. Я его не знаю, я могу. Ну, позови, позови. Я Галустиана могу. Позови Галустиана. Слышишь, Галустиан. Эй. Миша. Мишка, иди, иди. Иди. Сейчас, позову этого. Иди здесь. Иду, иду. Сейчас, я там на кухне был просто. Миш, ты здесь? Гарик, может, не надо меня мучить? И все уже, а? Мишка. Да. Скажи, пожалуйста, а можно бородача позвать? Сашку? Сашку бородача позови. У меня есть пара вопросов. Буквально на минуту. Гарик, мне тебе повезло. Он сейчас здесь, в Сочи. Он обычно в Рязани бывает. А так-то он хочет. А ну-ка позови. А ну позови. Саша! Бородач! Саня! Идешь? Сань, иди сюда, тебя Гарик зовет. Ребят, я занят. Ребят, можно попозже, пожалуйста? Да. Не, не хочется тебя. Пожалуйста, ну скажи по-братски, на минуту всего лишь. Сань, ну по-братски, на минуту. Да какой по-братски? Слышь ты, иди сюда, Ванючка. Чепушила. Скажи, чепушила, иди сюда. Так тебе сделать бородача? Нет, не ты делай, ты его позови, реального. Как я тебя его позову? Где я тебя его возьму? Скажи, бородач, приходи, ты будешь в прямом эфире впервые. Бородач, приходи сюда, бородач. Идет. Только телефон куда-то поставь, у меня голова кружится. Ребят, ребят, всем привет, ребят. Привет, бородач. Привет, как дела? Саша. О, Гарик, Гарик, здравствуйте, я вас по телевизору видел часто. Здравствуйте. Саша, скажи, пожалуйста, это твоих рук дело? Моих рук. А что за дело? Этот вирус, ты в курсе? Вирус, ребят, шикарная группа, мы танцевали очень много. Какой ты дебила кусок, какая группа, ты не видишь, что в мире творится? Дебил. Что творится? А, котировки упали, знаю, да, да. Какие котировки, дебил, у тебя и так денег не было. Какая разница, котировки упали или нет? Я говорю, это твоих рук дело, этот коронавирус. Не, ребят, клянусь рукой, не моих рук дело это, ребят. Ты ни при чем? Вообще ни при чем. Я с Рыжкой вообще продуктово торчал, и они как-то перевалились. Ты почему без маски ходишь? А что за маски, ребят? Маски, маски, чтобы защищать себя и других. Ты что без маски, дурак? Да я что-то, я не знаю, тут прилетели недавно ребята в масках, вообще на крыльях всех положили. Мы в масках не ходим после этого, ребят. Бородача, а ты где сейчас работаешь? Ты сейчас где работаешь? Я сейчас временно ИП. Это что? Индивидуальный потребитель. Индивидуальный потребитель, да ты? Да, ребят, индивидуальный потребитель. Ты где работаешь, говорю? По трудоустройству работаю, ребят. Ну где конкретно адрес? Ну, я, как бы, так сказать, землей работаю, землей работаю. Где конкретно? На кладбище работаю. Кем? Ну что, копаю, раскапываю, закапываю. Кого ты раскапываешь, закапываешь, дебил? Архивные документы раскапываю, закапываю. Гарик, я не знаю, все, хватит, я не хочу уже, пожалуйста. Ну ладно, Галустяна позови. Все, спасибо. Галустянчика позови. Здесь я, Гарик, все. Мишка, скажи, пожалуйста, а ты новости реально смотришь? Ну стараюсь смотреть. Ну блин, столько всего непонятного происходит. Нет, столько всего непонятного, но ты понял, что самое главное, ну из не таких, ну как даже сказать, не экономических новостей и не медицинских, это то, что из-за этого вируса отменили парад победы. Ну в смысле отменили 9 мая и перенесут на другое число. Да, да, это я в курсе. Ну на самом деле это, я так понял, только в этом году, в следующем году, как обычно, празднуют. В следующем году 8 марта отменили, Галяк. Серьезно? Да, перенесут на 23 февраля. А, ну может оно и к лучшему. Миш, скажи, пожалуйста, а у тебя дед воевал или второй дед? Да, да. А как зовут? Дед воевал, моего деда зовут Нышан. Его назвали в честь, ой, господи, меня назвали в честь него. Не его, в честь тебя. Да, не его. Вот, меня зовут Нышан Сергеевич. А у него какое его число? А он Нышан Георгиевич. А ты? А я Нышан Сергеевич, моего папу Сережа зовут. Так, то есть тебя по паспорту зовут Нышан? Да. А помнишь, когда я узнал, что тебя зовут Нышан по паспорту, а твою жену Викторию по паспорту, ну, у него фамилия Штифанец? Да. Я предлагал, чтобы ты взял ее фамилию, и наша раша начиналась так. Сергей Светлаков и Нышан Штифанец. С кичками наша раша. Кстати, очень красивая, выразительная фамилия. Я бы предложил тебе, реально, Нышан Штифанец очень хорошо звучит. Тогда может быть не Нышан, а Нышан? Нышан Штифанец? Да, Нышан Штифанец. Иванушки Интернешн Штифанец. Длинное, длинное имя у человека. Ты мог бы быть премьер-министром Генгрии тогда. Нышан. Нышан. Да, Гар. А дед твой где воевал? Крым, Гарик, Севастополь, Новороссийск. Он был летчиком. До Румынии всех выгнали. До какого года он воевал? До конца, по-моему. Я сейчас точно не... Живой вернулся? Да, вернулся живой. Его, по-моему, 51-м он демобилизовался. Он до 51-го воевал? Ну, не воевал, но... Всех фашистов добил. Ждем, ждем, еще ждем. Это круто. А второй дед? Второй дед в Сухуми? Ну, они там в деревне жили. Я не знаю, про второго деда меньше знаю. А как его звали? Ардаш. А фамилия? Запунян. Запуняны. По маме Запуняны, по папе Гаустяны. Так. Кстати, Нышан Запунян тоже классный, если ты возьмешь мамину фамилию. Ну, я лучше Штефанец возьму. Запунянчик. Да, так. И Ардашес Запунян, где воевал? Ой, вот это я не знаю, Гарик, честно. Не буду говорить, не знаю. Но тоже до конца войны дошел. Вот не знаю, не знаю. Но вот Нышан воевал, летал. Он вначале был в морской пехоте, потом в морской авиации. Это истребители, бомбардировщики. Вот они бомбили немцев. Вот Новороссийск, Севастополь. В общем, выгоняли оттуда и дошли до Румынии. Потом он вернулся. Скажи, пожалуйста. А у тебя? А у тебя, Гарик? Ну, у меня, смотри, у меня оба деда воевали. Один, которого звали Михаил Аркадьевич. Мартиросян. Он воевал, до Ростова дошел. В Ростове была вот эта чудовищная, значит, битва по форсированию Дона и так далее. Он освобождал Ростов от фашистов. А второй дед, которого звали Сурен Николаевич Арутюнян, он воевал в Белгороде. Был командиром и в Белгородском музее истории войны есть отдельный его стенд, его угол, где он, его фотографии висит и всех его однополчан. Он освобождал Белгород. Ну, круто. Прикольно. Я знаешь, что я предлагаю тебе? Раз такое дело, ну, 9 мая перенесли, но это же никто нам не мешает, отмечать 9 мая и победу, тем более вот в этих числах уже наши войска. Я буду отмечать, я буду отмечать. Я освобождал Европу от фашистов, да, давили вот этих... Да, я буду отмечать точно. Да, давай споем песню «День Победы» в честь наших дедов и бабушек и вообще всех людей того поколения, которые пережили войну. Ты не поверишь, я тебе серьезно сейчас говорю, вот это не пустынство, это моя любимая песня. «День Победы»? Да, реально, мне очень нравится эта песня, ну, действительно, она мне нравится, она моя любимая. Да. Знаешь, я знаю слова, я даже их распечатал, смотри. Не, ну, серьезно, Миш. Да, да, Гарик, я не шучу, он, конечно, знает. ПА-РА-ПА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА Этот праздник со слезами на висках Это радость со слезами на глазах День Победы, День Победы, День Победы Но на самом деле это кроме... И ночи Да-да-да, ну и так далее Я говорю, что это и по содержанию, и по мелодии очень красивая песня, согласись? Да, да, Гарик, я еще вырос, ну у меня район альпийский, там мемориал Ну ты в курсе, наверное, ты знаешь там эти местности Мемориал, да, ну герои Великой Отечественной Да, это получается рядом с домом мы недалеко Я каждый раз и песни слушал, и когда там и в армию всех там призывают тоже Там постоянно музыка играла И видимо каждый раз вот когда играла эта песня День Победы на 9 мая Вот прям аж волосы дыбом встают, аж мурашки по коже, знаешь, прям вот так вот Так приятная музыка, мелодии, воспоминания Очень редкое сочетание в этой песне и радости, и грусти Да, ты прав, так и есть Не то, что нынешние, да, идиотские песни на эстраде, которые Хочу тебя любить, а вот это ты смешаешь? Я даже, я слышал эту песню по радио, но я не знаю, что за дебил ее поет Гарик, больше 40 миллионов просмотров Да какой старый, я вчера заходил там 45 с чем-то миллионов просмотров в ютюбе Я после 20 перестал уже следить, честно говоря Серьезно? Ну это круто, это круто, это лишний раз говорит о том, что людям хочется радости Радости, веселья Ну понятно, что есть песни, которые хочется слушать именно вот для души Как-то, знаешь, там, слова, вдумываться, безусловно, такие песни тоже нужны Но вот такие простые песни, они, безусловно, тоже скрашивают нашу жизнь Это не то, что там оправдание или еще чего-то Просто я считаю, что есть Эту знаешь песню? Я пчела, ты пчеловод Там типа Да, да, я пчела, ты Но я ее не помню, слова Слова не помню Нет, там типа Можно додумать Я пчела, ты пчеловод Там типа, я не знаю Я овца, ты овцевод Я баран, ты Скажи, я вода Я вода Ты водород Я водород А, по этому смыслу, я понял Я хоровод, ты хоровод Вот так можно Хоровод Я чулок, ты чулокот Я кота, ты кота-пес То есть вообще бессмыссла? Я иди, ты идиот Я иди, ты идиот Я тоже, честно говоря, не помню других слов Я только помню припев А этот знаешь, который? Каждому по факту Рядом нужен человек Человек Каждому Там что-то там Куда там Я не помню Зиверт Она, кстати, хорошая певица Мне нравится Да Да А из современных Кого ты слушаешь? Ну, любимка нравится Хотя Я помню Я пришел к тебе В офис Ты говоришь Вот, Миш, смотри Это сейчас самый тренд Я говорю Гарик, по-браску Ну что это? А потом что-то Раз, два, три Понимаю, блин Пипил 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 А может быть в таком варианте Я просто трачу свой прай На тебя На тебя Любинка У тебя все в армянке? Давай Давай Я и ты Что-то там Делаешь Парах Тих Холостин Да Парах Тих Парах Тих Пожи ты Пожи ты Где же ты Как ты Я теперь Как ты Мой Ты А помнишь Кто-то 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 Ты Никто Кто-то 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 Ты Никто А я Никто А я Я тут Кто А ты Никто Мишка Да А этот Самый А из детских Песен Какие тебе Нравится Из детских Мне очень Нравится Это От улипки Станет всем Светлей От улипки В небе Радуга Проснется Вот это Поделись Улипкой Своей И она К тебе Не раз Еще Вернется Любимка И тогда наверняка Вдруг запляшут Облака И кузречик Запиликает На скрипке С голубого Ручейка Начинается Река Ну а дружба Начинается С улипки С голубого Ручейка Начинается Река Ну а дружба Начинается С улипки Все, Горик Я устал По-братски Можно я уже Все это Полежу Ой, как это Смешно Сейчас было Я просто Не мог Слово вставить Мне кажется Что я мультик Смотрю Пора поделись Улипкам О своей И она К тебе Не раз Еще вернется И так Понапливника Ручка Ручка Облака И у залечика Запилика Нет Тут дело в том Что как только Песни станутся Армянской Кроме ритма И акцента Еще в песне Меняется Чуть-чуть мотив В ресторанах же так поют Армянских Чуть-чуть Меняют мотив И тогда наверняка Вдруг заплящут Облака И кузнечик Запиликает На скрипке Голубого ручника Начинается река Ну а дружба Начинается с улыбки Замедление А ты знаешь А ты знаешь что Сеня Слепаков Рассказывал В Пятигорске В армянском кафе Пел Ну собственно Армянин И он исполнял Песню Ты скажи Скажи мне Вишня Почему любовь Не вышла Он пел Ее так Ты скажи Скажи Всевишни Почему Любовь Не вышла То есть он где-то Услышал эту песню И подумал Что вряд ли человек С таким серьезным вопросом Обращается к вишне К дереву Видимо там Всевышний Слышишь? Миш? Да, да Что-то Пропадаешь ты чуть-чуть Ну вроде слышу Да Я понял Что только Сеня Пришел Куда-то И все Остальное прослушаю Я говорю Сеня Слепаков Однажды приехал В Пятигорск В армянское кафе А он Обедает в Пятигорске Только в армянских кафе Потому что там Его узнают И бесплатно кормят И там Был армянский певец Который пел песню Ты скажи Скажи мне Вишня Почему Любовь Не вышла Пел вот так Ты скажи Скажи Всевишни Почему Любовь Не вышла Слышишь? Почему Любовь Не вышла И твои А паали Леписе таки Леписе таки Да-да-да Слышу О Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да А почему Ничего не говоришь? Вот сейчас Только начну Слышать тебя Привет Привет А давай Играть В игру Кто улыбнется Тот проиграл Вот я могу Кстати Я вообще могу Не улыбаться Да Но я должен Говорить при этом Не то что мы Просто смотрим Друг на друга Давай Я уже Давай 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 Ly Ты Слышишь? Это Калавище Калавище Это очень смешно Гарик, вот тут тебе пишут привет самым веселым армянам с Казахстана, Казахстану, Казахстану тоже передадим. Да, да, большой привет. А ты был в Казахстане? Да, я много раз был в Казахстане. Я тоже много раз был в Казахстане. Ты знаешь, самая поразительная поездка была, когда мы ночью приехали в Алматы, ну, подъезжали, и человек, который нас вез, он подвез нас к катку Медео, и рассветало, и мы выходим из машины, и видим внизу вот каток Медео. Не представляешь, какая это красота. Это просто фантастика. Надо еще раз ездить много раз. А у меня было, мы в Казахстане где-то ужинали, мы ели. Не рассказывай, то, что ты рассказываешь, неинтересно. Только я могу рассказывать про Казахстан. Миша, а хотел бы, чтобы у тебя было 100 миллионов долларов? Да. Но у тебя вместо щетины растет укроп. Я тебя плохо слышал. Угу растет укроп. Что растет? Всю жизнь укроп растет? Да. Как только ты побреешь этот укроп, деньги обнуляются. Блин. Нет, наверное, я бы не хотел. А хотел бы, чтобы у тебя был миллиард долларов, один миллиард долларов. Но ты можешь сказать, можешь говорить с жизни только одно слово. Лово. Что ты должен все этим словом, этим словом должен объяснять все. Нет, нет. Как только ты произнес другое слово, миллиард долларов. Я не согласен. А хотел бы, чтобы у тебя было 650 миллионов долларов, Миша. Но где бы ты ни был, в 6 часов вечера ты должен приехать домой к Леониду Аркадьевичу Рякубовичу, позвонить ему в дверь и убежать. 650 миллионов? Да. В принципе, я согласен. Да? Я согласен. Знаешь, это более-менее реальная сумма. Я понимаю, что на такое можно, в принципе, до конца жизни пойти. Просто звонить Леонид Аркадьевичу в день, один раз в 6 часов вечера. Серьезно? Да, а что мне? Я могу. И что ты будешь сам делать? Я играю в UFC на PlayStation, больше ничего не делаю. Ну, Овик приедет сейчас, что-то поделал. Ух ты, свет пропадает что-то дома. Почему? Не знаю, что-то перепады напряжения. А может зомби-апокалипсис? Ну, оружие с собой, с чем не пофиг. Ты что, не знаешь, что зомби-апокалипсис не мяч? Ну, ничего, я смотрел фильм. Чеснок у тебя есть дома? Да, чеснок есть. А ты пробно выстрели, Вовика, чесноком? Я пробовал. Ему пофиг. Вообще не берет? Не знаю, вообще не берет. Ну, понятно. А можно, а вот так можно полежать, просто посмотреть? А ты хочешь, ты в прямом эфире просто засни, а я буду говорить за тебя. А давай я тебе колыбельную спою. О, колыбельная, смотришь ты. Давай. Ну, ты закрой глаза. Но если ты открываешь или улыбаешься, все, обнуляется все. Готов? Спи. Господи. Это смешно, что ребенок курил перед сном. Ребенок курил перед сном и начали петь родители. Спи. Мишка, ну что, будем выходить еще в прямой эфир когда-нибудь? Ну, зачем? Ну, что там? Что нам? Что людям? Что людям туда-сюда отделывать? Ну, как-нибудь можно еще разочекать. Давай забьемся через неделю. Через неделю. Давай. Давай. Вот смотри, через неделю, это, братан, 24 апреля. А, нет, 24 апреля нельзя выходить в прямой эфир. 24 апреля это трагическая дата в истории Армении для всех армян. В этот день нет. Давай до этого или после этого, там, еще через неделю. Я ловлю, хорошо. Да? Ну, ты выходи, а я, как говорится, там, ну, да-да. Ну, тебе просто мне звонить тебе в любой день, ты дома валяешься вот так. Да, я полгода дня дома, Гарик, звони вообще, я всегда на связи. Ну, надо отдать должное, тут еще и люди нас посмотрели. Всем вам тоже привет, кто посмотрел. Да, огромное спасибо. Миш, я тебя всегда хотел спросить, а ты английский язык знаешь? Конечно, в совершенстве, да. На каком уровне? Оксфорд Экскриптикал? Да, Оксфорд Экскриптикал. А скажи, как на английском будет? Извините, у меня в номере испортился кондиционер, вы не могли бы позвать мастера? Почему п cook? Ikim sorry, у меня на комнате, повечите alpha. Please call Инстruction МакЁ. Please call инстракция килом. Инст compensate? Инстariansб ACOS трат. Мастера-д 00560 Срет. Не, I need extraction GM. Какая истерика. Ты реально думал, что ты знаешь английский? Мэйкл? Мэйкл Джейксон? Ты его имеешь в виду? Ну да, а что нет? Там разные диалекты просто есть. Диалекты просто. Ты на адлерском диалекте английского, да, сейчас говорил? Миш, опять землетрясение началось. Все пропало. Все пропало. Все пропало. Ну хорошо. Ну тогда я тебе через несколько дней наберу. Хорошо, Игорь. Дома привет, всем привет. Ты дома тоже всем привет передай. Хорошо, братуха. От души всем газуйте вперед. А как в прямом эфире здороваются? Как раз говорят, я уже понял. А как в прямом эфире прощаются? Вот как делать? Давай, братуха, и поцеловаться. Как это делать? Вот так вот руки, как-то вот так сделать. А, вот так можем сделать. Вот так. Кулачки. Да, да. Кулачки можно сделать. Да, давай. Все. Что ты показываешь, как ты выстрелил себе в стену? Это что будет? Не, я переключил случайно камень. Узбекистан, на прощение, пожалуйста. Узбекистан, привет, на прощение, пожалуйста. Салам алейкум, Узбекистан, большой привет. Салам алейкум, Таджикистан. Пачканель, пачканель, всем пачканель. Приезжайте в Алматы, приедем в Алматы. Всем большие приветы. Всем, кто нас смотрит. Мишка? Да? Ну, в это такое непростое время надо созваниваться, хотя бы улыбаться и так далее, а то так сидеть дома и ничего. Я с тобой пообщался, мне полегче стало. Я вообще считаю, что в наше время сейчас очень важно следить за психическим здоровьем. Это вот прямо действительно, это могут как-то с легкой, ну, не серьезно относиться к этому, но к этому, мне кажется, надо очень серьезно относиться. Я тебе об этом говорил, и вне этого коронавируса уже лет ты прошел. Иди за своим психическим здоровьем. А поздно, а все, а все, а все. Поздно, раньше надо было. Б, Б, вариант Б, Б. Я сошла с ума, я все уже. Я уже все. Игорь Юрьевич, позвольте от лица сочинских юмористов поблагодарить вас за потрясающий эфир и общение в это непростое время во время карантина. Мне было с вами очень приятно. Я, с вашего позволения, попрощаюсь с вами и со всеми зрителями нашего прямого эфира. И, так сказать, пойду от почвы. Ясно. Не против ли вы? Мишка, я тебе желаю приятного аппетита. Помой руки обязательно. Обязательно. И помни, самое главное, делись едой с детьми и женой. Один не ешь. О, Гарик, я обязательно. Ну все, спасибо, спасибо. Давай. Давай, счастливо. Спасибо. Эх, Гаустян, Гаустян. Психическое здоровье не в порядке. Я вот так звоню всем друзьям, коллегам. Смотреть, кто как себя чувствует. Видно, что совсем не то там. Спасибо большое, дорогие зрители. Вот Владивостоку передай привет, Гаустян. Гаустян уже ушел. Меня лично передает привет, глава Владивостоку. Увидимся еще. Держитесь, улыбайтесь почаще. Чем-нибудь себя займите в эти оставшиеся до конца вот этой самоизоляции дни. Все будет хорошо. Так? Если...